Касимовское шоссе, дом номер 48. Здесь живут люди, которые не могут достучаться до управляющей компании годами. В доме протекает крыша. Через щели в фасаде в квартиры заливается вода. Все жильцы очень ждут капитального ремонта кровли и фасада, который, по их словам, должен был начаться в августе этого года. По каким-то причинам его переносят на следующий год, но и текущий ремонт здесь не производится. Когда я уже поняла, что это текут все швы, то есть все, я обратилась в управляющую компанию с тем, чтобы, ну, положено, каждые пять лет положено обрабатывать швы. То есть фасад дома должен делаться, тем более, что это входит в содержание жилья, то есть как бы не предложили за свой счет это сделать. По сути, управляющая компания должна заниматься текущим ремонтом в том случае, если в доме произошли какие-то проблемы. Мастера могут подлатать кровлю, зашпаклевать фасад. Однако об этом доме управляющая организация забыла давно. В доказательство этому говорит тот факт, что Ольга Буева переехала сюда восемь лет назад, и, по ее словам, проблемы в ее трехкомнатной квартире начались через три дня после переезда. Случился капитальный дождь на улице, ну, то есть погода непредсказуема. Вот эта стена в зале у нас полностью залило. В связи с этим, то есть у нас произошли проблемы с проводкой. То есть мы обесточили полностью всю квартиру, потому что все это залило. Нам пришлось нанимать сотрудника, да, и менять целиком проводку. Следующий казус у нас случился. Нас затопило в туалете. О чем буквально месяц я просила о том, чтобы пришли люди и просто составили мне акт о том, что нас залило. Я не могла этого добиться. Ольга говорит о том, что управляющая компания уходит от своих обязанностей. Ее представители игнорируют и не фиксируют заявки, не составляют акты, даже не выдают договоров об обслуживании жильцам. Таким образом, они ставят людей в тупик. Жильцы этого дома даже не могут подать на управляющую компанию в суд для возмещения морального и материального ущерба. А ведь после первого потопа Ольге пришлось выкидывать залитую и сгоревшую бытовую технику. Ни одна проблема. Тут уже целое наслоение. Но дело в том, что они не боятся того, что мы подадим в суд. Потому что они прекрасно знают, что мы не имеем полностью пакета документов на руках. И мы просто физически не можем это делать. Ну, нам не с чем выходить. И они этим пользуются. Ольга уже обращалась в суд. Заявление не приняли как раз из-за отсутствия документов, подтверждающих ее взаимодействие с управляющей компанией. Многие проблемы в ее квартире даже просто не зафиксированы. А письменный отказ от управляющей компании, объясняющей нежелание выдавать ей договор об обслуживании, девушка так и не дождалась. У жильцов этого дома осталась одна надежда на капитальный ремонт фасады и крыши. Однако остается открытым вопрос с канализацией. В подвале происходит постоянное затопление нечистотами. Там развелись комары и стоит неприятный запах. Во всем доме трубы находятся в ужасном состоянии. Ну, они уж 42 года, никто их не трогал. Мы боимся их тронуть. Там, где подтекает, я зашпаклю, немножко так замажу. Еле дышит все. Канализацию почему не можем поменять? Как мне объясняют, что мы можем, например, обрезать трубу вот эту толстую, но в перекрытиях менять они не будут. Трубы от канализации в один прекрасный день лопнули у той же Ольги Буевой прямо в санузле. Неделю люди обходились без туалета. Мы меняли трубы даже у соседей внизу на восьмом этаже, потому что там некуда было врезаться. Просто трубы были в таком состоянии, что когда мы коснулись, то есть нам мастера сказали, что нет возможности врезаться, то есть нужно менять до следующей срезки, где можно войти. И то есть мы за свой счет, естественно, меняли еще у соседей. Приходили, упрашивали, потому что нужно было долбить там пол, потому что труба проходит. Те неприятности, с которыми продолжает сталкиваться семья Ольги, не дают людям сделать полноценный ремонт во всей квартире и расстелить ее сына и дочку по разным комнатам. Хотя именно для этого они покупали трехкомнатную квартиру, но уже восемь лет люди живут буквально на чемоданах. Поскольку в большой комнате вода с крыши течет со всего потолка, там спать невозможно. Много денег эта семья потратила на то, чтобы привести коммуникации в порядок. Хотя они планировали вложить их в ремонт и покупку мебели. С незапланированными тратами регулярно сталкиваются и другие жильцы этого дома. Пока в фонде капитального ремонта не ответили, в каком месяце, в 2021 году здесь начнутся работы. И это еще рано об этом говорить. Тут сначала будет выбор подрядной организации, которая будет делать проектно-сметную документацию, а потом только будет выбираться подрядная организация, которая будет непосредственно делать ремонтные работы. В фонде капитального ремонта также отметили, что кроме крыши и фасадов будет произведен ремонт подвала. Жильцам дома остается надеяться, что им повезет с подрядными организациями и ремонт будет выполнен качественно и прослужит долгие годы.